Я выросла в южной стране, в Грузии, где Деда Мороза и Семеновича как-то прошли мимо меня. У меня есть такие фотографии, на которых есть Деда Мороз, но я ничего об этом не помню и точно знаю, что никогда не верила в Деда Мороза. Не верила в что-то другое, не в Деда Мороза. То есть это был такой персонаж новогодней сказки, но не как какое-то волшебное существо, исполняющее правильность. Поэтому вся, конечно, и Грузинский Деда Мороза, и другие мы были, поэтому того чистого образа Деда Мороза и Семеновича в моем детке не было. И когда уже во взрослом состоянии получили, единственное, что факультеты были не до того, не до халтур в этом смысле новогодних. А когда я пришла в театр, конечно, возникла сразу масса предложений. В декабрю мурочки разбираются в открашенной силе. Каждый Дед Мороз имеет еще какие-то мурочки. Я попала в ажиотаж. У нас в театре есть такой артист Александр Суворов. Высокий, статный, красивый. Просто с красивым голосом. Настоящий Дед Мороз. Мы читали только детей. И он предложил мне стать его, Снегурочкой. Я сказала, нет, я, конечно, не против, но я не знаю ни одного стихотворения. Мне ничего страшного, тебе нужно просто быть рядом с Англой. Ты все. Я все снимусь сам. Но это закончилось тем, что в какой-то момент нужно было петь песенку с детьми. Это было с детьми в школе. В лесу родилась елочка. Ее с микрофоном. Серьезно. И все уже на каком-то подъеме, потому что с детьми складываются отношения, контакты. С этим проблем нет, поэтому он все заводит, а я с ними как-то. И в какой-то момент он куда-то делся. Я с микрофоном. И уже на такой подъеме. Начинаю петь песни. Мы с вами на зимочку, лесон и росла. Зимой-летом стройная зеленая была. И понимаю, что я не знаю вообще. Даже никаких предположений. То есть вот не то, чтобы я забыла. Я то, что вы понимаете, я никогда это не знала. То есть так вот случилось. И я сразу прокон к какому-то ребенку. Ребенок от неожиданности копает глазами. Финограмма идет, ничего не происходит. Я к одному ребенку, к другому. И я поняла, что нет. Мы надо этим просто серьезно чем-то заняться. Погрузиться в эту стихию. Собрать все тексты. Новогодних сказок, стихотворений. И мне нужно эту тему рассказать веке. Спасибо. Спасибо.